Помню прекрасно наши первые походы в магазин. Мы же приехали в марте месяце, считайте, после зимы. И несмотря на то, что в Казахстане, в частности в Алмате, рынок был настолько богат, настолько изобилен, но все равно, когда первый раз мы попали на базар, в Иерусалиме, в общем, маме стало плохо, она не могла зайти. Дело в том, что тогда сама улица Яфу, она была очень узенькой. Там едва расходились два автобуса. Это сейчас, когда делали проект трамвая, эту улицу расширили. То есть дома разобрали, фасады оставили и сдвинули это все, раздвинули эту улицу. Колоссальный проект. Но тогда этот автобус езжал практически рядом с базаром, останавливался. И сразу с этой узкой улицы Яфут и сразу заходил в вот эти вот несколько узеньких совершенно улочек. В начале этих торговых улочек были пекарни. И всего горы, и горы этих булок с шоколадом, и дальше эти горы фруктов, бесконечные ряды. Мне вот тогда, в общем, я помню, мама вот так вот встала, вначале говорит, нет-нет, я туда не пойду. И мы быстро зашли, что-то где-то купили, то, что нам надо было, и ушли. И мне вспомнилась книжка Мари Влади, мой Володя, кажется, она называлась, да, когда она писала о том, что придя во французский супермаркет в то время, когда она его привезла во Францию первый раз, то его стошнило. Вот, я думаю, что примерно такое состояние было у мамы. Первый поход в магазин это был небольшой маколит, небольшая частная лавочка. И, видимо, по нашему виду было тогда сразу, что мы только приехали, поэтому нас взяла в оборот одна русскоязычная израильтянка, которая стала водить нас по этому маленькому магазинчику и рассказывать обо всем. Боже мой, у нас даже голова опухла, потому что она старалась рассказать обо всех продуктах сразу, и заодно о кашруте, и за... в общем, это было что-то. Где-то 40 минут, собственно говоря, мы пришли взять йогурты, йогурты и фрукты. Вообще, я помню, первые несколько недель мы ели только йогурты и не могли наесться салатами. Ну и, конечно, фрукты и цитрусовые, разумеется. И был один момент, как раз перед тем, как пойти в Ульпан, нужно было купить где-то ручку. Ну вот элементарно, не у кого было спросить. И я решил, что, думаю, нет. Вот в том маленьком магазинчике я не видел, чтобы там продавались какие-то ручки или карандаши. Мы спросили, где находится большой супермаркет. Почему-то я решил, что в большом супермаркете можно купить ручки. И мы пошли. Нужно было там идти... Не помню, идти квартал, пару кварталов нужно было идти. Этот гигантский супермаркет, тогда это был космос. Сейчас этой сети супермаркетов нет. Мы зашли, и я спросил у охранника, что я ищу ручку. Где тут у вас продается? И он вот так вот полез в карман, и вот так вот вытащил мне ручку, сказал на... Много было забавных ситуаций. Ситуации, когда на рынке, если ты приходил вечером, ну днем не получалось, потому что работали, учились, и в общем где-то к вечеру только. Приходили на рынок, тогда еще, да, тогда еще мы покупали продукты на рынке. Сегодня уже нет. Просто элементарно времени нет. Уже настолько все привыкли заказывать в интернете, я даже уже забыл, как выглядит супермаркет. А тогда ездили на рынок, и когда тебе продукты могли дать бесплатно, начинал выбирать помидоры, а там вечером всегда на рынке проезжает такой грузовик с прицепом, тракторон такой небольшой, который между рядами едет. И все, что не продалось сегодня, все выкидывалось туда. И если ты приходил в это время, то очень много тебе просто отдавали продавцы. Помню, где-то на вторую или третью неделю понадобилась удобная обувь, потому что женщины мои понатирали себе ноги. где находятся эти магазины, фиг их знает. Пойдемте, мы там вот на базаре видели. Там точно стояли такие огромные сетки, и там мягкие такие вот были, что-то типа нечто среднее между шлепками и сандалями. И я помню этот момент, мы пришли, и, по-моему, женщина, которая продавала, сказала, что 20 шекелей. Я сказал, что не 20 шекелей это дорого, я не могу себе позволить. Я говорю, пойду, я посмотрю, вот там еще я где-то видел. Она говорит, зачем? А, нет, я сказал, я вот пойду посмотрю еще, потому что я только вторую неделю в Израиле, и я еще не видел тут ничего. Она сказала, ты вторую неделю в Израиле и так говоришь на еврите, для тебя 15 шекелей. На тот момент был достаточный еврит, чтобы вот это вот все проговорить. Не знаю, говорил я правильно, но запаса слов хватало, чтобы изъясниться. Единственная проблема с языковая, с которой столкнулись, где-то прошел месяц, мы уже жили в съемной квартире, уже переехали, вечером провожая друзей или знакомых. Вообще, вот я помню, сколько мы лет жили в Иерусалиме, у нас, по-моему, ни месяца, ни полгода не было никогда, чтобы у нас кто-то не жил. Друзья, знакомые, все считали, вот я не знаю, у меня никогда такой мысли не возникало, я никак не осуждаю этих людей, но почему-то люди не задумывались, что ведь вообще-то мы только переехали. Вообще-то у людей нифига нет. Могут они принять, не могут они принять. Но у нас жили друзья, знакомые, какие-то знакомые знакомых по нескольку дней. И всем им еще мы устраивали экскурсии, возили в древний город и заказывали какие-то экскурсии. В общем, поэтому кого-то мы очередной раз провожали, и было уже вечером. И мама подвернула ногу. Подвернула достаточно сильно, но подвернула-подвернула на ступеньке, да, как бы сразу там, ну, ну и все. А ночью я проснулся от того, что я слышу, она плачет. Я когда зашел к ней в комнату, нога опухла, и она ей двинуть не может, я позвонил в скорую помощь и говорю, значит, то, что я мог сказать. Значит, моя мама сломала ногу. Да, Римаш Эли. Вот я помню прекрасно. Как все, с русским акцент. И Маши Ли Шавра Регель. На том конце, значит, человек меня спрашивает «Мата оце, адоми?» То есть, как то, что я хочу, да? Я же звоню в неотложку. То есть, конечно, я хочу неотложку. Я, значит, не понимаю, почему он меня спрашивает, что я хочу. Я говорю, значит, замагент Давида Дома, он говорит, да. То есть, это скорая? Скорая. Я снова. Моя мама сломала ногу. Вот это вот продолжалось несколько минут, весь этот разговор. Потом он сказал, «А та вот ца амбуланса, да?» То есть, я ему должен сказать, что я хочу. Это потом, это сегодня я понимаю, что конкретно мне нужно было. Меня нужна была МАДА, или я должен поинтересоваться, куда мне ее везти, может, у меня есть своя машина, может быть, мне действительно нужен амбуланс, или мне нужен... Ну, в общем, ну и, разумеется, приехал амбуланс очень быстро. Я помню, как зашли наверх с одними носилками, такими сидячими, и здесь переложили ее сразу на другие носилки. Я прекрасно помню, что мама пыталась встать, она говорит, «Нет, нет, я пойду». А, значит, медбратья что-то ей говорили, и нет, нет, такой, лежи, лежи, все, тебя положили, заплачено, все, лежи. В самой больнице тоже это... Всегда же все происходит к вечеру, ночью. Как я умудрялся объясниться там с медперсоналом. Нужно было сделать снимок, нужно было... В общем, удивительно. Иногда, думаю, я так вспоминаю, действительно начинаю собой гордиться. Сразу же, как только мы переехали, мы пошли в районный Матнас. Те девчонки, которые работали в Матнасе, это огромное им спасибо, потому что столько разных мероприятий они проводили, такие классные экскурсии можно было у них взять. И все это было с алимовской скидкой. Я помню, они мне говорили, езжай на все экскурсии, участвуй во всех каких-то там мероприятиях, потому что пока, пока вы еще не так сильно заняты, на самом деле мы были уже заняты, потому что все работали. Но тем не менее, она говорит, потому что потом у вас просто не будет времени смотреть страну. И мы действительно очень много ездили и очень много ходили. Вот я вспоминаю, гуляли очень много. Иерусалим познавали пешком, ездили на экскурсии, брали абонементы на спектакли, в театры, на концерты. В общем, как-то очень быстро, очень быстро завертелась эта жизнь. И сегодня, несмотря на то, что, разумеется, были различные трудности, я вспоминаю вот эти, вот этот первый год нашей жизни в стране, в общем, с теплом и благодарностью. Потому что те люди, с которыми мы встречались, те люди, от которых неожиданно, совершенно неожиданно и даже, по моему мнению, незаслуженно получали помощь, это дорогого стоит. Об этом, разумеется, я расскажу в следующих видео. Как искал работу, на каких работах мы работали, как выстраивали этот круг общения, с кем приходилось, с чем приходилось сталкиваться и с людьми, которыми связь потом прервалась, и люди, с которыми общаемся по сей день. Всем спасибо. Пока. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова